МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главная тема сегодня. Власть кормит, а он руку лижет. Политолог Александр Семенов ответил на сердитые комментарии политически продвинутых горожан. Что открыли в Соколовке? Слухи о тюрьме не подтвердились. Почему убивали в торговом центре Вестгейт? Комментарии по поводу трагедии в Найроби. А теперь обо всем подробнее. Сегодня в Кении начался трехдневный траур в связи с бойней, устроенной боевиками радикальной сомалийской группировки Аш-Шабаб. В торговом центре Вестгейт в столице страны. Убийство и захват заложников боевики трактовали как месть за участие кенийских военных в операции Африканского союза по борьбе с исламистами в Сомали. Официально объявлено о 67 погибших. Большинство пострадавших иностранные граждане из Европы, Китая, Индии и ЮАР. В числе жертв теракта известны африканские поэты, кенийские журналистки и члены семьи президента Кении. В ходе операции по освобождению заложников было убито 5 боевиков, 11 человек задержаны. Не надо думать, что все это касается только указанных африканских стран. Политический и религиозный терроризм, похоже, дал новый виток развития. Причем надо сказать, что в традиционных мировых религиях нигде нет требований убивать и притеснять иноверцев. Наоборот, везде проповедуется мир и терпимость к окружающим. Та ситуация, которая сложилась в бизнес-центре в Найробе, явно показывает, насколько опасен радикальный ислам. Насколько опасен вообще любое радикальное отношение к религии. Пришли террористы и начали отпускать всех мусульман. Соответственно, все остальные религии, представители всех остальных религий были либо убиты, либо до сих пор содержатся в залоге. Эта ситуация явно показала, насколько может быть опасным распространение ислама, причем не традиционного, который, к примеру, в нашей стране уже несколько сот лет мирно сосуществует и ислам, и христианство, а такого радикального, который не знает никаких больше принципов, никаких больше иных традиций. И получается так, что люди, которым что-то не нравится в жизни других людей, получают каким-то несведанным образом право убивать других людей. А вот этим отличаются от всех других мировых религий ислам. В Рязани продолжают обсуждать и комментировать итоги выборов в городскую думу. Официально это делают политологи, партийцы, журналисты и другие лица. Неофициально все желающие, в том числе читающие релизы информагентства. И это правильно. Сегодня мы записали мнение по поводу окончательных результатов выборов нашего эксперта-политолога Александра Семенова. Однако отвечал Александр Викторович на сей раз не только на наши вопросы, а и на комменты в ответ на публикацию его мнения в одном из рязанских информозданий. Полностью это будет в пятницу в нашей программе «Семь минут», а сегодня фрагмент записи. Я делаю скидку на лексику определённо. Тут, в общем-то, всё нормально, но лучше уж я так скажу. Я вам вот эти вопросы... Итак, вот вы говорили о том, что в Думе много представлено профессий и слоёв. Коммент такой. В общем, болтунов в Думе теперь ещё больше стало. Ну, это традиционное негативистское отношение, в первую очередь. И, в первую очередь, я думаю, это связано с тем, что очень многие горожане, особенно те, кто пишут комменты и те, кто рассержены, они вообще слабо себе представляют полномочия Рязанской городской думы. Зачем она вообще существует? Рязанская городская дума – это представительный орган местного самоуправления. То есть, по сути своей, это наши с вами представители. И когда там преобладало большинство бизнесменов, при том, что если брать социальную структуру населения Рязани, ну, бизнесменов где-то 3% от всего населения. То есть, каким образом мы можем говорить о том, что это был представительный орган? У них был не протолкнутся, честно говоря, бизнесменов. Да. Теперь же состав стал более разнообразный. И действительно, мы можем говорить, что дума становится представительной. То есть, там появляются люди, которые представляют интересы разных социальных групп. И это важно. Это и есть основной инструмент демократии. Еще вопрос. Читая, вы уж извините, господин Семенов, а вы не в курсе, что 75% рязанцев не участвовали в этом мероприятии? Что ЕР сама себя выбирала? По идее, выборы не состоялись. Я не говорю о фальсификации. Частично вы уже ответили. Но давайте прямо в 30 секунд соберем вот это, если можно. Опять, этих 75% это выборы данных людей. Право избирать – это право. Гражданин может ей воспользоваться, может не воспользоваться. Хочу сказать, что у нас, если сравнивать, допустим, с другими регионами, и там, где выборы были более значимые, скажем, выборы мэра Москвы, опять-таки, явка в районе 30%. Хотя это и на федеральном уровне, и такая широкая, обширная информационная программа была. На лучи оппозиционной. Да, компания, да, оппозиционные компании, там Алексея Навального в интернете, да. Но не пришли москвичи. Не пришли. Вообще, любопытная форма общения получилась. Возможно, мы ее продолжим развивать, а пока еще про официальные заявления. Вчера на заседание областного правительства губернатор Олег Ковалев публично ответил на требования горожан навести порядок вокруг стройплощадок. Действительно, строители разводят вокруг себя грязюку, и конца края этому нет, особенно с учетом погоды. Но дождь, он, конечно, чистоте не способствует, но меру-то надо знать. Если водитель грузовика выезжает со строительной площадки на дорогу общего пользования, не помыл колеса, неопрятный вид, то он подлежит наказанию. В соответствии с нашими правилами благоустройства, в соответствии с действующим законодательством, я прошу Ивана Федоровича Перова организовать контрольные мероприятия, рейды, проверить все стройплощадки. Они должны быть огорожены, оборудованы местами для мойки транспорта. Вообще городской власти хочу сказать, что родовое разрешение на стройки мы должны с вами исходить из того, что основная масса приготовления раствора бетона должна производиться непосредственно на стройке. Также на заседании правительства губернатор коснулся вопроса наполнения муниципальных бюджетов. Надо обратить особое внимание на численность административного персонала, как самих администраций. А я провел сравнение с другими регионами, мы выглядим не лучшим образом. Не худшим, но и не лучшим. Поэтому резервы для сокращения численности административного управленческого персонала есть. Поэтому проверьте свои структуры, штатные расписания. Они должны быть разумными, выверенными и отвечающими тем задачам, которые стоят перед муниципалитетом. Кроме того, необходимо устранить дисбаланс между размерами в оплате труда руководителей и сотрудников бюджетной сферы. Мы уже это обсуждали с региональными исполнительными органами власти. Я это же обращаюсь и к муниципалитетам. Надо внимательно посмотреть. Это соотношение должно быть экономически обоснованным. И оно должно отвечать стандартам, которые есть в разрывах между заработной платой руководящего состава и рядовых сотрудников. Несколько взволнованных звонков получили мы недавно от жителей Соколовки. Народ волновался, по поселку пошли слухи, что здесь вот-вот организуют чуть ли не пересыльную тюрьму для особо опасных. В наше время, конечно, все может быть на пересылку в Соколовке. Это уж слишком. Поэтому, когда пришла информация об открытии в поселке нового офиса по линии управления службы исполнения наказания, мы туда сразу же направили съемочную группу. Скажем, сразу все оказалось вовсе не страшно, а даже вполне обыденно с таким здоровым бюрократическим оттенком. В поселке Соколовка, в бывшем здании суда Рязанского района, теперь разместилась уголовно-исполнительная инспекция по Рязанской области. Так что слухи о каком-то мрачном остроге развеяны. Главной задачей инспекции, по словам начальника региональной службы исполнения наказания Сергея Ушакова, вести назор за осужденными, совершившими мелкие преступления. С недавнего времени к таким людям, как правило, применяется мера наказания в виде домашнего ареста. Инспекция была рязанская, и все УИ было разбросано по всему городу. Было много помещений, которые сфункционировали самостоятельно. Сейчас мы собрали все в одно помещение, благодаря Росимуществу, которое выделило нам здание бывшего суда, прекрасное помещение, и мы имеем возможность собрать полностью всю службу в одном месте. И это более рациональное использование людьми пространства, чтобы не ездить никуда, а все были на одном месте. На открытие областной уголовно-исполнительной инспекции побывали правоохранители из всех силовых ведомств. Они осмотрели помещение и познакомились с инспекторами. Всего же в этом здании будет трудиться 25 сотрудников Российской службы исполнения наказаний. И никаких мрачных последователей профессора Мариарти вблизи уж никак не предвидится. Спи спокойно, дорогой Соколовец. На сегодня все. Увидимся, как обычно, завтра в эфире телекомпании «Город». Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин